МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скандалы и даже международное вокруг воды в Крыму не утихают. Украина не раз официально заявила, что воду в Крым даст, но только после деоккупации полуострова. Российские власти в Крыму это игнорируют и упорно продолжают обвинять нас во всех грехах. На днях даже пожаловались в ООН. Тем временем сами водную проблему решать не могут, даже не пытаются. Как на самом деле обстоят дела в Крыму, сейчас узнаем. Меня зовут Дмитрий Семанский. Начинаем. Сегодня в программе. Россия обещала золотые горы, а по факту превращает Крым в пустыню. И вода не просто так исчезла в Крыму, а это были умышленные активные действия со стороны Украины. Почему Российская Федерация всячески избегает упоминания оккупации Крыма в 2014 году и винит во всех бедах Украину? Международной площадке по Крыму быть. Стратегически мы разработали документ. Стратегия деоккупации Крыма, он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. В чем будет заключаться идея платформы по Крыму и насколько она важна для деоккупации? Об этом прямо сейчас в эфире телеканала Дом. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предоставила Верховному комиссару по правам человека ООН дополнительные сведения о доступе Крыма к Днепровской воде. По словам украинского прокурора в прошлом, перекрытие украинскими властями доступа воды в Крыму – преступление. Я собрала все необходимые данные, которые запрашивались управлением Верховного комиссара. Кроме того, собрала дополнительную информацию, которая подтверждает то, что вода не просто так исчезла в Крыму, а это были умышленные активные действия со стороны Украины. На это заявление в очередной раз отреагировали Министерства иностранных дел Украины. Опираясь на международное право и официальную позицию государства Украина, заявили, что воду в Крым обязательно дадут, но только после деоккупации. МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права. Констатируем тот факт, что под предлогом гуманитарной нужды российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова, стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава в Крыму. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением. И эту тему мы продолжим в нашем разговоре в студии с Богданом Еременко, народным депутатом, дипломатом. Добрый день, добрый вечер. Рады вас видеть в нашей студии. Добрый день, Дмитрий. Не читали письмо, вот это послание госпожи Поклонской в ООН? Я знаю содержание, о чем идет, ну и о том, что речь идет ООН, о конкретном, скажем, представительстве, конкретном органе. ООН – это комиссия по правам человека или комиссар по правам человека. Да, я с ситуацией ознакомлен, но читать в деталях, конечно. Как возникла фантазия вот эта? Дело в том, что Поклонская, она ведь прокурор, вы ее назвали прокурором, да, она прокурор скорее там по семейному положению была, чем по образованию и по профессиональным каким-то навыкам. Она пытается сделать вид, что не понимает, либо действительно не понимает, что прекращение водоснабжения Крыма, как и другой разрыв коммерческих, финансовых, человеческих, гуманитарных связей между Украиной и полуостровом, произошло вследствие оккупации, вследствие совершенно другого преступления. Поэтому это является и прекращение водоснабжения является совершенно нормальным, логичным последствием той ситуации, которую создала Россия, незаконно оккупировав Крым. А вот эти уже... Крымский полуостров. Да, и это попытка играть на общих нормах права о том, что, ну, Украина, конечно же, несет, и Украина никогда ни в одном недействии, ни в одном своем замечании, ни в одном заявлении не отказывалась от того, что она воспринимает, понимает свою ответственность за своих граждан на своей оккупированной территории. Но реализация права этих граждан, конечно же, больше в руках Российской Федерации. И Украина никогда, ничем не препятствовала Российской Федерации наладить нормальное снабжение Крыма, в том числе водой. То есть оккупировали, занимайтесь территорией, либо ведите с нами переговоры. Здесь тоже нужно вашу подводку немного поправить, с вашего позволения, если вы не обидитесь. То есть речь идет, Украина не обещала начать поддачу воды. Мы сказали, что мы готовы к обсуждению этого вопроса, если Россия готова к обсуждению вопроса о статусе Крыма. Поэтому, то есть есть преступление, оккупация Крыма, есть реакция Украины, и есть, в принципе, готовность Украины при определенных условиях, совершенно очевидных и логичных. Давайте вернемся к этому вопросу, что же произошло. И в рамках обсуждения вопроса оккупации мы решим и все остальные вопросы. Короткий вопрос. Каковы перспективы этого послания запорожцев турецкому султану? Ну, что-то подобное происходит все время. Здесь нужно очень хорошо подумать, является ли это влажными мечтами самой Поклонской, либо это часть какого-то большего плана России по нагнетанию ситуации. Мы видим, что время от времени они, скажем так, реализуют какие-то такие вещи, вот как мы видим там в районе, на Донбассе, скажем, как мы видели последнее просто высосанное из пальца обвинение Украины в чем-то нарушении чего-то и, значит, какая-то эскалация. И вот здесь, то есть попытки мы видим постоянно играть информационно на этой, мы внимательно все отслеживаем, мы все понимаем и, естественно, то есть ни на какие провокации Украина тут не поддастся. Позвольте о Турции поговорить. Знаю, что вы были нашим генконсулом в Стамбуле, знаю, что у вас есть богатый опыт, как сказать, налаживания международных отношений с Турцией. В каком состоянии сейчас наша, вот Украина, Турция? Мы проводим совместные учения, мы покупаем у них оружие, наши министры обороны встречаются, о чем-то договариваются. Что еще, чего мы не видим и в каком состоянии наши отношения? Турция сложный партнер. В принципе, так можно, наверное, сказать и в Украине, если смотреть на наше государство с территории Турции или с точки зрения интересов Турции, но очень важный. Это стратегический партнер по определению даже языком дипломатии. У нас есть подписанные заявления, договора по этому поводу. Но решение практических вопросов, конечно, с Турцией, в принципе, как с любым другим государством, не всегда происходит гладко. Вот мы, скажем, там уже, мне кажется, больше 10 лет ведем переговоры о зоне свободной торговли. То есть есть вопросы, которые, очевидно, нужно решать, решения которых по той или иной причине более сложные. Но, конечно, было бы глупо отрицать, не замечать или игнорировать, или каким-то образом не отдавать должное в том, что Турция важнейший партнер в торговле, в инвестициях. Мы видим, как много турецкие компании строят даже в рамках последних инициатив президента о большом строительстве. То есть очень много турецких компаний, которые уже умеют опыт и хороший опыт, позитивный опыт строительства в Украине, ведут сооружения каких-то мостов, дорог и так дальше, и так дальше. То есть Турция присутствует здесь очень сильно на территории Украины в строительстве. У нас, конечно, очень много поставок продукции сельскохозяйственных взаимных. Украина тоже важнейший партнер. Не только помидоры нам, но и зерно туда. Зерно и другие товары, там орехи и так дальше. То есть у нас достаточно широкая номенклатура товаров взаимных поставок. Очень много поставок, скажем, продукции какого-то машиностроения малого или каких-то электрических приборов и так дальше. То есть это достаточно динамичная торговля. Я забыл, с чего начиналось. Текстиль, конечно же, легкая промышленность. Это все делает Турцию очень важным. Что делает Турцию гиперважным для нас? Это, конечно, контроль Турции над проливами черноморскими. Босфор, Дарданеллы, Мраморное море. То есть для Украины через Турцию пролегает путь в Мировой океан, который является важнейшим логистическим, скажем так, компонентом для торговли сегодня, для мореплавания, коммерческого мореплавания и так дальше. Пролив, контроль над проливами для нас очень важен с точки зрения ситуации безопасности в Черном море, поскольку Турция является участником конвенции Монтрео. И, соответственно, эта конвенция регулирует вопросы нахождения военных кораблей, не черноморских государств в Черном море. Да, вы уже упомянули о продукции военно-промышленного комплекса, и тут нужно отдать должное Турции, что далеко не все члены НАТО государства готовы торговать с Украиной вооружениями в момент конфликта с Российской Федерацией, учитывая реакцию Российской Федерации. То есть Турция идет на это. Как турки реагируют на Кавказ-2020? Как турки вообще реагируют на ситуацию в Крыму и на, давайте честно называть, на ползучую оккупацию России в Черном море? Турция пытается находить свой путь. То есть для Турции Россия это и важнейший партнер, и серьезнейший соперник, если не сказать противник. И причем в очень большом регионе, как мы видим, это, скажем, от Северной Африки, сейчас я имею в виду события в Ливии, там, до, естественно, Сирии, Кавказ, Балканы, Черное море, все это, естественно, скажем, вот та территория, где происходит и сотрудничество с одной стороны, поскольку мы видим, что российские компании сооружают атомную электростанцию на территории Турции. Мы видим, скажем, потоки, газопроводы подводные и так далее. То есть есть стратегические масштабные проекты, в то же время есть несовпадение интересов, несовпадение позиций, в том числе по Крыму. Турция не признает оккупацию и аннексию Крыма, но в то же время Турция одна из немногих стран НАТО, которая не вводит санкции в отношения Российской Федерации, таким образом оставляя пространство для диалога с Россией, пытаясь не усугублять достаточно сложную, непростую ситуацию в двусторонних отношениях и оставлять пространство для торговли, для решения очень прагматичных вопросов. Можно ли сказать, что Турция является нашим партнером в обеспечении безопасности на Черном море? Турция, обладающая в этом регионе одним из самых мощных флотов, естественно, является важным игроком и она взаимодействует. Но, скажем, если в интересах Украины на сегодняшний день их просто трудно скрыть, это, скажем, решение вопроса тотальной доминации России в Черном море военной, я имею в виду, то, естественно, Турция на сегодняшний день занята своими вооруженными силами в несколько других регионах, в других местах, конечно же, какой-то активности большой в этом плане. Турция скорее напоминает всем черноморским странам, что она присутствует в регионе, что она большой игрок. Скажем, каждый год они осуществляют в один день заходы своими военно-морскими судами во все черноморские партнеры, во всех странах, включая Россию, Украину и так дальше. Демонстрация. Но это демонстрация. Демонстрация возможностей скорее, чем игра. Но стратегически ситуация может измениться, мы можем об этом поговорить. Можем мы еще о безопасности поговорить. Вот президент Украины Владимир Зелинский подписал указ о стратегии национальной безопасности Украины. В стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – высшая социальная ценность. Приоритетами национальных интересов определяются отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защиты прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция. Если позволите, вот вопрос о национальной безопасности, о стратегии национальной безопасности. Я вот ее читал вчера. А вы ее читали? Да, конечно. А можно еще один вопрос? А вы ее писали? Нет. Знаете, кто писал? Да, ну, конечно, я догадываюсь о коллективе авторов и так далее. Ну, смотрите, такие документы не пишет кто-то один, никогда. То есть это коллектив авторов, более того, это коллектив государственных учреждений. Но, естественно, центральная роль отводится Институту стратегических исследований и аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оцените и документ, и подходы к подготовке этого документа, и возможности реализации этого документа? Ну, с возможностями Украины все очень непросто. Я бы сейчас не хотел это комментировать. Что касается подходов, президент Зеленский очень целеустремлен в проведении вот этой мысли, с которой он стал президентом, которая была во главе, скажем, угла его избирательной кампании, остается во главе угла его политики, в том числе, скажем, его попыток достичь мира на Донбассе. Для него человеческая жизнь и все, что связано с правами человека, является безусловной и приоритетной целью, задачей и интересом. И впервые наши стратегические документы начинают включать вот эти вот достаточно гуманитарные такие, человекоцентричные какие-то модели. Мы взяли для цитаты оттуда, да. Это достаточно новый подход для Украины. Я, ну, представляю, скажем, то аналитическое сообщество до избрания в парламент. Мой фонд занимался разработкой подобных идей. У нас есть, скажем, такие альтернативные видения, альтернативные стратегии национальной безопасности, где мы как раз пытались говорить о безопасности с точки зрения интересов нации, а не государства. То есть, что нужно для народа, для людей и так дальше. Вот мы, естественно, как независимый аналитический центр пошли несколько дальше. Для государства сложнее менять, ну, скажем так, курсы, да, в осмыслении аналитическом проблем, которые перед нашим государством стоят. Но вот то, что это началось, и то, что это приближает нас именно в мышлении, да. То есть, когда мы оцениваем безопасность не с точки зрения государственных институций, как это происходило в советском, как это происходит в России, в тоталитарных странах, а с точки зрения интересов человека, гражданина, вот это то, что является интеграцией на Запад. Но реализовать эту стратегию будут чиновники, будут политики, будут военные, не знаю, дипломаты. А вот не потеряют ли они человека в процессе реализации стратегии? Ну, смотрите, дело в том, что реализация стратегии, она ведь, ну, и вот этого принципа, она происходит по многим причинам, не только потому, что этот документ утвержден. Вот, например, интеграция Украины в НАТО предусматривает очень много элементов, именно, человекоцентричных. И в отношении военнослужащих, это изменение отношения в целом. То есть, это не только другие винтовки, да? Да, это как бы отношение к тому, ну, является для нас солдат пушечным мясом или не является. То есть, можем ли мы посылать наших солдат на плохо вооруженных, без разведки и так дальше, на штурм укрепленных позиций в лоб? Или все-таки мы действуем как-то в военном плане по-другому? Если у нас взрываются склады, несет кто-то за это ответственность или не несет? Вот это все ценности НАТО, как ни странно, да? То есть, чтобы человек был защищен, и чтобы ответственность, и так дальше, и так дальше. Это происходит. Это происходит во всех сферах. Но, опять-таки, это я о военнослужащих сказал. Но интеграция в НАТО предусматривает очень много элементов, и, там, скажем, гражданский контроль над вооруженными силами. Это ведь тоже оценка военных, оценка военных доктрин, развитие военного государства с точки зрения интереса человека. И контроль гражданами за то, чтобы не только не ворвалось, а то, чтобы развивалось в том направлении, в котором мы хотим. То есть, если мы хотим там супермощные вооруженные силы, да? То есть, это одно развитие. И можем позволить. Да, и можем позволить. Если же, скажем, и, скажем, более, мы видим, много государств, даже демократических, которых, скажем, область обороны имеет огромное влияние на политику государства. Хотим мы этого или нет? Да, то есть, вот эти ответы, ответы на эти вопросы как раз может дать только общество путем контроля над вооруженными силами. А парламент является частью, скажем, это один из механизмов реализации гражданского контроля над вооруженными силами, над оборонной доктриной, над, вообще, в сфере безопасности, не только обороны. Вот поэтому мы движемся в этом направлении. И стратегия, в общем-то, с одной стороны, новаторский документ, с другой стороны, она уже обобщает вот те паростки нового, интересного, делающие нас, разворачивающие наше развитие, как мне кажется, в правильном направлении, уже обобщает то, что сделано до сегодня. Крым. Вернемся к теме нашей программы. В стратегии есть Крым. Его видно, он так выпуклый. Что еще, кроме стратегии, будет сделано для деоккупации Крыма в какой-то обозримой перспективе, вот с вашей точки зрения? Мы услышали буквально на днях несколько важных заявлений от Министерства иностранных дел, Офиса Президента о намерениях создать переговорные платформы или, скажем, дискуссионные международные площадки для обсуждения проблем Крыма. Было объявлено несколько инициатив в рамках ООН и Генеральной Ассамблеи, которая открылась 15-го числа. Генеральной Ассамблеи ООН. Украина пытается использовать все площадки. На самом деле, даже в парламенте мы имеем несколько постоянных делегаций в парламентских ассамблеях, ОБСЕ, ЧАРМ, Советы Европы и так дальше. Даже эти делегации, отправляясь работать, сейчас, к сожалению, все в основном перед монитором работают, все заседания происходят онлайн. Но, тем не менее, в своей работе они, естественно, получают от парламента директивы о том, что вопрос Крыма должен обсуждаться. Но мы должны его поднимать, вопрос прав человека. То есть мы находим специфические элементы. Мы понимаем, что, скажем, из-за неготовности России категорической говорить о вопросе оккупации, нам нужно найти подход к этой тематике, с тем, чтобы она не умерла. Раз, типа, не можем говорить о возвращении Крыма, о чем говорить? Нет, мы находим, о чем говорить. Мы говорим о правом человека. Мы говорим о милитаризации в Крыму. О, собственно говоря, колонизации Крыма и варварского использования ресурсов. Вот эти все вопросы в профильных организациях Украины, и парламентских, и правительственных Украина, конечно, естественно, то есть постоянно поднимает. Мы об этом говорим. И таким образом, не только этим образом, но и этим образом тоже, не позволяем, чтобы в международной дипломатии вопрос Крыма сошел на нет. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу работу. Спасибо, что вы пришли в нашу студию, рассказали нашим зрителям о том, что делает Украина, что делает Украина для деоккупации Крыма, для возвращения Крыма к себе домой. Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма. Она предполагает проведение ежегодных саммитов и контактов на разных уровнях. Об этом ранее в эфире телеканала «Дом» рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины, именно Джипарова. Она добавила, что благодаря этой платформе о проблемах Крыма услышит еще больше людей. Стратегически мы разработали документ. Стратегия деоккупации Крыма, он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это лишь только часть большой стратегии деоккупации, и мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить. И эту тему мы продолжим в разговоре с Антоном Кореневичем, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Вы в нашей студии, рады вас видеть. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. И предыдущий наш гость, господин Еременко и Минеджи Парова, тоже в нашей студии рассказывали о новом проекте, который направлен на деоккупацию Крыма, на увеличение, скажем так, международного резонанса по вопросу Крыма. Это создание так называемой международной платформы по Крыму. Знаете ли вы что-либо об этом, и участвуете ли вы в создании, в работе, в будущей работе этой платформы? Ну, безусловно, мы всячески приветствуем запуск международной платформы, крымской платформы, о которой, собственно, заявляет и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, и его первая заместительница Минеджа Парова. Потому что, действительно, мы считаем, что с этим медлить нельзя. Очень большое международное внимание, естественно, у нас притянуто на Донбасс. Это абсолютно естественно. Мы это, естественно, все понимаем. Ну, там стреляют, там стреляют, гибнут люди, да? Безусловно. Но мы говорим о том, что Крым не должен выпадать из международной повестки дня. Поэтому мы, как председательство президента в Крыму, абсолютно поддерживаем запуск этой крымской платформы. Мы знакомы с соответствующим проектом. Мы работали вместе с госпожой Джапаровой. Мы видели, собственно говоря, о чем этот проект. И уже были определенные встречи вовсе президента касательно того, как запускать эту платформу. Поэтому мы абсолютно приветствуем как можно быстрее, чтобы это все было запущено. И действительно, как говорит, вы знаете, госпожа Джапарова, если мы сделаем большой, красивый представительский форум 26 февраля 2021 года, но мы считаем, что об этой платформе крымской должно говорить первостепенно Министерство иностранных дел, потому что это их продукт, они лидеры в этом. Но мы всячески готовы поддерживать, поставлять плечо, быть правой рукой, левой рукой для того, чтобы реализовать этот проект. И если действительно вот этот форум и эта крымская платформа будет запущена 26 февраля 2021 года, это будет очень символично, потому что, как вы знаете, 26 февраля 2020 года президент Украины Владимир Александрович Зеленский подписал указ о установлении 26 февраля каждый год дня сопротивления оккупации автономности Крыма. Вот я вас попрошу, не все наши зрители знают или помнят о том, что было 26 февраля 2014 года. Ну, безусловно, это был день самых массовых проукраинских митингов на территории города Симферополя, прежде всего на площади возле Верховного Совета Автономной Республики Крым, в котором принимали участие граждане Украины, крымские татары, украинцы, граждане других национальностей. И это был самый большой выход, по сути, за Украину, за территориальную целостность Украины перед вот горячей фазой оккупации автономной Республики Крым и города Севастополя. И, безусловно, мы думаем, что увидев сопротивление и увидим, что граждане Украины, крымские татары, украинцы готовы отстаивать и защищать территориальную целостность Украины, Российская Федерация ввела, очевидно, в действие... Абсолютно другой план, и план, который состоял в захвате административных зданий 27 февраля. Немножко об этом указе я позволю себе тоже сказать. Это, собственно, вносил в офис президента этот указ, вносило наше представительство, то есть это наш продукт. И для нас было очень важно, чтобы господин президент подписал его именно 26 февраля. И каждый год мы теперь этот день... Мы и так его называли день сопротивления оккупации, но теперь это официально в государственном календаре. И еще более значимо, наверное, что президент огласил о подписании этого указа на форуме Age of Crimea 26 февраля 2020 года. Это был первый раз за 6 лет оккупации, когда на Крымском форуме присутствовал президент Украины. И не просто присутствовал, а сделал такой важный шаг. Поэтому мы думаем, что если мы будем дальше развивать эту историю, и если 26 февраля 2021 года, в день сопротивления оккупации Крыма, мы будем иметь большой международный форум, это, безусловно, будет большой шаг вперед. От больших международных форумов к повседневной деятельности вас и вашего представительства, ну, вашего офиса в целом, что еще вы делаете, кроме подготовки указов президента? Это я без иронии, без сарказма, без каких-то подъевок. Просто расскажите нашим зрителям, какую пользу, какую корость они могут получить от вас. Ну, о нашей пользе, наверное, наши граждане смогут рассказать и оценить, полезны мы или нет. Но, безусловно, у нас много функций, которые касаются временно оккупированных территорий автономной республики Крыма и города Севастополя. И мы работаем в двух городах, в Киеве и в Херсоне. В Киеве мы больше действительно заняты законопроектной деятельностью, работая с международными партнерами, с органами государственной власти Украины, для того, чтобы Крым постоянно был на повестке дня. В Херсоне мы работаем больше с гражданами, с приемом граждан, с местной властью. Безусловно, безусловно. И служба обращений у нас находится как раз в Херсоне. Служба обращений, которая вот как раз занимается запросами от граждан. Скажите, где, чтобы... Да, конечно, Херсон, проспект Ушакова, 42. На Ушакова прямо? Абсолютно, конечно. Мы рады там видеть. Ушакова, 42. Да, конечно. Обращения граждан стоит адресовать именно туда. Мы в своей деятельности руководствуемся законом Украины про председательство и соответствующим указом, который Владимир Александрович подписал в октябре 2019 года. Мы разрабатываем законопроекты. Кстати, вот в частности, мы очень надеемся, что будет позитивная история с законопроектом о защите прав политузников. Мы все же надеемся, что он может быть пущен вперед. Мы занимаемся вопросами мониторинга, аналитики ситуации на временно оккупированной территории. Мы занимаемся, опять-таки, защитой прав наших граждан. Мы обработали огромное количество обращений граждан, которые поступали во времена закрытия КПВВ с марта по июнь и в августе, безусловно. Мы каждый день на контакте с пограничниками. Все, верю, верю. То есть делаем, в принципе, довольно немалый спектр работ. Вот еще об одном аспекте вашей работы. Мы сейчас поговорим. Украина проведет самые масштабные военные учения за все время независимости. Об этом в комментарии телеканалу «Дом» рассказал председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Он добавил, что на сегодняшний день все еще существует угроза агрессии со стороны оккупанта. Это будут самые большие в истории независимой Украины учения территориальной обороны в одном регионе. У нас в Херсоне около 4 тысяч военнослужащих соберутся для того, чтобы отработать навыки борьбы с возможными вызовами со стороны временно оккупированной территории, вообще террористическими и другими вызовами. Мы будем отрабатывать разные моменты слаживания с вооруженными, с отдельными подразделениями вооруженных сил. Мы будем отрабатывать те задачи, которые сегодня ставит перед нами генеральный штаб. После вот этого фрагмента интервью господина Гусева не могу не спросить, что еще, как вам вообще живется на Херсонщине, кроме того, что вам дали офис на центральном проспекте Херсона. Как у вас взаимодействие с местной властью? Насколько вы находите взаимопонимание? Насколько можно на херсонцев и на херсонское руководство опереться в решении крымских проблем? Ну, мы абсолютно конструктивно настроены на общение и на сотрудничество со всеми органами власти, как в Киеве центральное, так и местное на Херсонщине. У нас абсолютно нормальный рабочий контакт с руководством облгосадминистрации. У нас абсолютно хороший каждодневный контакт с руководством пограничников Херсонского пограничного загона. Кстати, очень была интересна и важная новость, которая прошла мимо внимания больших СМИ, о том, что наконец-то херсонские пограничники контролируют все три КПВВ на админчерке. А раньше кто это? А раньше Чангар контролировался Бердянским загоном. Мы не говорим, что было плохо, но, безусловно, хорошо, когда это все находится в одних руках. Мы абсолютно конструктивно сотрудничаем с главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым, которая находится в Херсоне, с главным управлением нацполиции в АРК и в городе Севастополе, которые тоже в Херсоне. Поэтому я регулярно каждые две недели бываю на Херсоне по несколько дней. Поэтому мы абсолютно, мы всегда пытаемся максимально найти конструктив и максимально предоставить результат. Имеют ли пользу от этого крымчане и те, которые сейчас находятся в Крыму и которые приезжают к нам сюда, и те крымчане, которые живут уже за пределами Крыма? Следите ли вы за этим по их обращениям к вам, например? Ну, конечно. И более того, мы регулярно общаемся с крымчанами, которые живут на временной оккупированной территории. И когда они приезжают на подконтрольную правительству территории, мы, безусловно, сразу же берем от них фидбэк. Что мы делаем и как, как государство реагирует, полезно ли это для них. И мы знаем, что, безусловно, много вещей являются полезными. Например, вы знаете президентский законопроект и закон о том, что дети, выпускники с временной оккупированной территории могут поступать в ВУЗы без ЗНО. Уже в этом году больше крымчан поступило, чем в прошлом. Знаете цифры? 320, немногим более 320. В прошлом году было 265. Конечно, это еще не то, чего мы хотим. Но это говорит о том, что, наверное, мы на правильном пути. Мы регулярно отслеживали все, опять-таки, проблемы, которые возникали во время закрытия КПВВ. Ну и вот, кстати, вот эти 320, это же повлияло, наверное, еще на закрытие карантина и закрытие КПВВ. Конечно, было бы больше, и там приемная кампания продлена до конца октября, поэтому еще цифра может расти. Когда было закрытие, когда были карантинные ограничения, мы напрямую постоянно работали с правительствами, в том числе в августе были приняты, по сути, наши изменения о том, чтобы абитуриенты, студенты, сопровождающие лица, не подпадали под запреты. И мы это анисировали, мы благодарим правительство, что оно пошло нам на встречу. Еще раз, я можно уточню, до конца октября можно еще продолжать вступительную кампанию? Да, до 20-х чисел октября. Крымчанам можно еще подаваться в украинские университеты, да? Безусловно. И мы абсолютно хотим видеть здесь как можно больше крымчан, крымской молодежи, потому что для них это свобода, для них это открытый мир, украинский университет, а для нас, безусловно, это наши граждане, с которыми нам нужно поддерживать связи. Наши связи, безусловно. Это реинтеграция. И вы знаете, очень много моментов, которые еще нужно сделать. Это административные услуги для крымчан, нужно упрощать. Очередей вот этих жутких нету, были раньше? Нет, сейчас, слава богу, все более-менее, но, опять-таки, мы говорим о том, что нужно изменить судебную процедуру признания факта рождения и смерти на административную. Законопроект, которым в том числе разрабатывали мы сейчас в Верховной Раде, мы надеемся, что его поддержат. Нужно вводить как можно больше онлайн-услуг, для того, чтобы жители с временно оккупированных территорий могли пользоваться административными услугами. Проблем с идентификацией не будет? Мы сейчас работаем из Министерства временно оккупированных территорий, юстиции над этим вопросом. Онлайн-ноториат, очень важная тоже вещь для крымчан. Мы недавно запустили чат-бот в мессенджере Телеграм, который работает на временно оккупированных территориях. А давайте вы каждую неделю к нам будете приходить и рассказывать об вот этих всех важных-важных моментах для крымчан. Вы приглашаете. Да, мы готовы, потому что мы понимаем, что нам нужно максимально сохранять связи с нашими гражданами, и мы ни в коем случае не имеем права их потерять. Вопрос, который я уже задавал, давайте еще раз повторю. Насколько вы в курсе происходящего в Крыму? Именно вы, как представительство президента, как люди, которые, ну, глаза и уши Украины сейчас вот по происходящим там? Я думаю, что в курсе, потому что мы постоянно получаем информацию от лидеров мнений, естественно, мы фамилии не будем называть, постоянно получаем информацию реальную о том, что происходит в Крыму, и я думаю, что мы как раз являемся вот, по сути, сейчас информационным и экспертным таким вот хабом, который работает по крымскому направлению в государстве. Хорошо, принято. Что происходит в Крыму с коронавирусом? Что происходит в Крыму с заболеванием? Что происходит с возможностью лечить его? Что происходит уже с анонсированной российской властью массовыми прививками вот этой массовой российской вакцины? Ситуация действительно плохая. Мы вот буквально вчера говорили об этом с одним из лидеров мнений крымчан, который был у нас на подконтрольное правительство Украины территории. Коронавирус был завезен, безусловно, с территории Российской Федерации, в том числе благодаря использованию вот этих авиарейсов из Москвы и Петербурга в Симферополь. Началась история, очевидно, в Ялте на ЮБК из отдыхающих россиян. Где массовые искупления были, да? И потом это все пошло по всей территории автономной республики Крыма и города Севастополя. Россияне в целом, скажем так, в России не готовы были к этому. И оккупационная администрация Российской Федерации в Крыму точно так же. Цифры занижаются, больницы не справляются. Ройтерс вчера сказал, что в три раза выше реальное количество заболевших в России, чем официальные данные России. Конечно. И то же самое в Крыму. Мы видим, что, по сути, данным оккупационных властей нельзя доверять. И данные, вот, например, мы знаем, что есть неправительственные организации украинские, которые занимаются вопросом. Крымская правозащитная группа, КрымСОС. Мы видим, что больницы не справляются. Мы видим, что врачей отправляют работать в больницы в Крыму, условно говоря, на неделю, на две, на дежурство. То есть врач работает, по сути, без отдыха. Некоторые больницы, соответственно, закрылись. Большая проблема, безусловно, с военными, которые мигрируют в наш украинский Крым с территории Российской Федерации. Сейчас Кавказ-2020. Учения, да. Безусловно. Поэтому, к сожалению, действительно, вот крымчане, которые проживают непосредственно в Крыму, они говорят, что действительно с ковидом большая проблема. Еще они нам говорили, что проблема большая в сознании, что немногие люди были готовы даже одеть маску в Симферополе. Но сейчас люди уже понимают серьезность ситуации. Вот это тоже такое, скажем, изменение, которое сейчас наши граждане видят, что крымчане понимают все те угрозы, которые несет, по сути, деятельность государства-оккупанта Российской Федерации, и более серьезно относятся к своему здоровью. Это, безусловно, большой позитив. Вот в связи с полыханием коронавируса в Крыму, не вернется ли Украина к весеннему состоянию КПВВ, когда практически невозможно было пересечь? Позиция председателя президента Украины в Крыму и моя лично состоит в том, что мы не должны больше закрывать КПВВ. Потому что это реинтеграция. Мы видели, насколько крымчанам было сложно принять такие решения. И мы конструктивно прокоммуницировали эту позицию всем органам государственной Украины, что можно думать о разных моментах. Как сейчас, например, вы знаете, есть режим самоизоляции, из которого можно выйти благодаря негативному результату право-теста. Див дома. То есть мы понимаем, что государство не знает на самом деле, что там, и какую угрозу несет ситуация оттуда. Но мы не можем закрыться от наших граждан. Наша позиция однозначная, и мы очень надеемся, что таких закрытий, как с марта по середину июня... Да, постоянно. Другое дело, что действительно мы можем обсуждать какие-то вещи касательно самоизоляции или таких вещей, чтобы действительно быть уверенным в здоровье граждан. Еще пару вопросов, я вас отпущу. Вот полузакрытые, полуоткрытые КПВВ. Как повлияли на количество украинцев, которые ездили летом отдыхать в Крым? Следили ли вы за этим? Понимаете ли вы ситуацию? Ну, тут надо, наверное, отметить то, что ситуация с пересечением админграницы, она же связана не только с закрытием или открытием с украинской стороны. Да, она еще и связана с тем, что делает государство-оккупант. И как они ведут себя на своих так называемых пунктах пропуска Армянской, Джанко и Перекоп. Поэтому значительно упало количество пересечений админчерты, начиная вот с того, как был введен карантинный режим. И, ну, например, там сейчас на КПВ Каланчак, да, сейчас это самое большое количество пересечений, у нас пересекают где-то около 300 граждан туда-сюда. В день? Да, в сутки. И туда, и сюда? Да, в сутки. А, скажем, прошлым летом, да, ну, то есть когда не было этих всех ограничений, это там было до 5000 на всех трех КПВ. Ну, то есть цифра была намного больше. Сейчас, например, на КПВ Чаплынка максимальное количество пересечений — это 30 граждан в сутки туда и обратно. Поэтому, безусловно, количество упало, но это еще связано, это связано, безусловно, с государством-оккупантом и в том числе с ограничением, которое они ввели для крымчан. Как вы знаете, один въезд, один выезд. Соответственно, крымчанин не может больше одного раза выехать с территории Крыма временно оккупированного и въехать на нее за время карантина, который устанавливает государство-оккупант Российской Федерации. И сколько этот режим продлится, карантина по российскому законодательству, мы, естественно, с вами не можем знать. Нет у вас ощущения, что они это сделали, чтобы меньше абитуриентов и студентов ехали? Безусловно, безусловно. Они следят за действиями государства Украина, они понимают, что мы пытаемся сделать максимально все, чтобы показать, что мы государство суверен и мы родина наших граждан-крымчан. Поэтому, безусловно, это связано в том числе и с тем, что они просто хотят сделать из Крыма, вот такое, условно говоря, нехорошее слово, но резервацию и не выпускать крымчан на подконтрольную правительству Украины территорию. Спасибо вам огромное за этот разговор, спасибо, что вы пришли к нам. Приходите еще, пожалуйста, вот так подробно, детально и ярко рассказывайте нам, что делает Украина для крымчан. Спасибо, мы готовы. Антон Кореневич, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был в нашей студии. В последнее время очень много информации появляется в СМИ касательно качества жизни в Крыму, ситуации с коронавирусом. Мы стараемся доносить информацию с первых уст и прямо сейчас подключаем к нашему эфиру Крым на прямой связи из Бакшисарая, общественный деятель Эдем Дудаков. Эдем Ага, добрый день, добрый день, спасибо, что вы нашли возможность к нам подключиться, с нами поговорить. Добрый. Я каждый день в Фейсбуке, в Ютьюбе вижу видео ужасного качества крымской воды. То вода какая-то розовая, то оранжевая. Вот вчера видел голубую воду. Что скажете вы про воду, про качество воды, про ее ритмичность поставок? Что происходит в Крыму с водой сейчас? Ну там, это Симферопольский район, Симферополь, Северный Крым, Южный берег от Алушты до Судака. Там очень серьезная ситуация с водой. Вода подается по графику. Ну естественно, сами трубы очень старые. И поэтому первый час эта вода идет такого красноватого цвета у многих. Про голубую воду я пока не слышал, но воду с фекалиями я слышал. Потому что трубы, я как сказал, сжавые, рядом проходят канализационные стоки. И они подхватывают и подают с фекалиями воду. Это такое. И уже есть в Симферополе, я не помню какой район. Но была такая информация и показывали это видео. Были даже комментарии директора, генерального директора Крым в этот канал. Вот только что в Крыму, в Севастополе прошли выборы в местные органы власти. Обсуждали ли кандидаты водную проблему? Какие пути решения они предлагали? Была ли дискуссия вообще в обществе об этом? Вы знаете, русский мир — это красивая картинка. Вот я хочу сказать, что если сравнить уровень жизни вот таких вот, ну, невысоких, скажем, доходов и людей, пенсионеров, это жизнь в Украине и жизнь в России, она фактически одинаковая. Но вот если вы посмотрите телевидение, у вас сложатся впечатления, особенно я знаю, часть украинцев считает, что жизнь в жизни очень хорошая. Русский мир — это раковая опухоль. Это на самом деле раковая опухоль совести. Очень много лжи. Что касается выборов, я не следил за ними, и вообще мои соотечественники не очень следили за этим, потому что мы не ходим на эти выборы. Наверное, была какая-то дискуссия по воде. Сейчас из последних информаций хотят какой-то самолет запустить, фейковый, который будет загонять тучи на Крым. Я не знаю, в мире я такой технологии не знаю. Я сам инженер по образованию, и я такой технологии никогда не видел, не слышал. Вот я вот все-таки про выборы. Вот я просто увидел вчера цифру, с которой победил некий господин Развожаев в Севастополе. 85% голосов избирателей. Этот господин прибыл в Севастополь, в Крым, только в прошлом году. А сегодня за него проголосовали, ну не сегодня, там когда, в воскресенье, 85% севастопольцев. За счет чего? Откуда вдруг такая единодушная поддержка? А это цифра русского мира. В Белоруссии 80% проголосовали за Путина, 86% голосуются. Это, понимаете, они уже настолько далеки от реальности, что показать цифру 86, это как в Советском Союзе 98% во времена Брыжнева. Вот это приблизительно из той же технологии, поэтому я ничему не удивляюсь. Еще одна важная тема, которую я не могу не спросить. Что с коронавирусом? Вчера международное агентство Reuters сказало, что в России только треть реальных случаев, умерших от коронавируса, указывают в качестве причины. Что происходит в Крыму? Как вы видите из Крыма эту ситуацию изнутри? Ну, в России может быть и так, а в Крыму ситуация... Все-таки мы отделяем Крым от России. В Крыму ситуация удручающая. Вот у моей знакомой отец умер, они живут в Симферополе, а отца госпитализировали в Чанкой. То есть мест нету. И госпитализировали в Чанкой. Пока его туда везли, пока его обустроили в Чанкойской больнице, он умер. Очень большая смертность среди стариков. Если раньше как-то, ну как бы, скажу так, в нашем народе контактов, может быть, с приезжими меньше, чем у других, и поэтому как бы было меньше этого коронавируса. Но сейчас это очень серьёзная ситуация. Отменяются свадьбы. Сами отменяют, хотя государство их не отменяет. Но я думаю, что нужно воздержаться от всего этого, от разных больших скоплений, потому что в последнее время очень много смертностей у людей, которых я хорошо знаю. Эдамага, а могу я попросить вам ещё раз, вот расскажите эту историю про больного из Симферополя, который едет в Чанкой. Мне кажется, что многие люди даже не поверили вам, не поняли, что происходит. Она работала когда-то, эта дочь его когда-то работала со мной вместе, она работала в бухгалтерии. Так вот, когда отец её заболел, то скорая помощь её покрузила и отвезла в Чанкой. И пока, естественно, везла, это где-то около полутора часов езды, и пока обустраивала. И при том Чанкойская больница по качеству, я не скажу, что Симферопольский такой высокого качества, но всё-таки здесь более профессиональные люди. Вторая проблема. Недавно друг мой в Садых, не буду называть его фамилию, он сейчас находится в больнице, его в буквальном смысле спасли только потому, что есть, так сказать, знакомый. То есть очередь к кислороду, к этому аппарату проветривания лёгких. Очень большая очередь к нему. Люди ждут по 5-7 часов, пока дойдёт эта очередь. Поэтому очень серьёзная ситуация. И я думаю, вот после этого курортного сезона, который здесь на ура проходили, они завезли ещё больше этих проблем. Потому что в этом году приехала как никогда граница закрыта, и приехало как никогда много с Россией в Крым людей. Спасибо вам, уважаемый Эдем Ага. Спасибо вам за то, что вы нашли возможность с нами связаться с нами на прямой связи из Крыма. Из Бахчисарая был Эдем Дудаков. А наша редакция продолжает держать руку на пульсе событий. Расскажите нам о проблеме на полуострове, а мы её озвучим в эфире. Подписывайтесь на наши странички в Facebook и канал в YouTube. И помните, Украина – наш дом.